Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен паре Жене и Антона Гусевых и секретам их счастливого брака. Евгения Феофилактова и Антон Гусев познакомились на проекте. Свадьбу они сыграли всего через три месяца отношений, а через полгода появился на свет их сын Даниэль. А еще через полгода в 2013 году они подкинули телестройку. Со временем их брак только крепнет. Поклонники с интересом наблюдают за жизнью этой семьи через социальные сети. Женя поделилась секретами своего счастливого брака. Она рассказывает, «Мы очень активные молодые люди, мы не сидим дома, не утопаем в бытовухе. С нами живет помощница, которая прибирается и готовит. Поэтому у нас меньше риск, что мы будем ругаться на бытовой основе». Также Женя сказала, что в браке важно не ограничивать свободу своего любимого человека и чтобы у каждого члена семьи было хобби. «Антон дает мне возможность заниматься тем, чем я хочу», рассказывает Гусева. «А я даю ему заниматься тем, чем хочет он. Он постоянно ходит в спортзал, в баню со своими друзьями. Мы даем друг другу личное пространство. А я пишу картины, к тому же мы занимаемся с подружкой красотой. Я снимаюсь в фильмах, рекламных роликах, фотосессиях». И получается так, что мы встречаемся после своих дел вечерком, общаемся и у нас даже нет повода и времени для того, чтобы ругаться. Но, конечно же, в семье должны быть и общие интересы. Гусевы, например, катаются вместе на самокатах или на мотоцикле. Романтических сюрпризов Женя с Антоном друг другу не устраивают, но они периодически снимаются в свадебных фотосессиях. Поэтому ощущение того, что они жених и невеста никогда не проходит. Исправно раз в два месяца у них получается своего рода свадьба. Люди даже удивляются. Женя, сколько можно играть в свадьбы? А им нравится. Женя и Антон – бизнесмены. Они очень много работают и даже приобщают к труду сына. Недавно маленький Даниэль дебютировал на подиуме в качестве модели. Женя рассказывает, что мы боялись, что он растеряется, а он превзошел все наши ожидания. Позировал фотографом, давал интервью, вел себя как настоящая звезда. Даниэль будет участвовать еще в одном показе, и у него уже есть предложение о рекламных фотосессиях. В семье Гусевых родительские функции четко разделены. Когда нужно отругать, воспитать сына, то это делает Антон. Раньше у нас бывали из-за этого ссоры, говорит Женя. Папа Даниэля за что-то ругал, и умом я понимала, что он прав, но мне было очень жалко малыша. А теперь я просто ухожу в другую комнату, иначе ребенок может не понять, почему один его ругает, а другой тут же жалеет. Это и есть наш главный принцип в воспитании ребенка. При этом времени ребенку они уделяют одинаково. На многочисленных фотографиях в социальных сетях семья Гусевых выглядит успешной. Скорее всего, именно так оно и есть. И секреты счастливой семейной жизни от Жени Гусевой очень даже могут пригодиться ее подписчикам. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылки смотрите в описании к видео. Всего вам доброго!